Прогноз на вторую половину года Прогнозы я сделаю для всех знаков, поэтому подбирайте свой знак и по асциденту, и по солнцу, и смотрите, что резонирует, потому что мне часто стали писать, что асцидент тоже резонирует. Ну, проверим. Я как-то наблюдений не делала особых. Давайте посмотрим, а вдруг. Итак, какие события вас ожидают, друзья мои, в этот период? Что будет мешать, что будет помогать? Прогноз будет насыщенный информацией, скажем так. Начнем с фона этого периода. Каким фон будет? Отлично. То спинтакли. Да, друзья мои, пожалуйста, если, конечно, будет желание, можете пересмотреть по своему знаку прогноз на год, на 2020 год. Он называется перелом. И посмотрите, насколько оба прогноза, ну, как сказать, резонируют друг с другом. Есть ли какие-то общие тенденции, что появилось нового и так далее. Ну, это чисто ваше, как говорится, по вашему желанию. Так. Фонд, значит, второго полугодия у нас Туз Пентакли. Ну, давайте сразу же выложим еще несколько карт. И они будут касаться отношений. Все-таки, что ни говори, но отношения формируют у нас события. Да. Как мы к другим относимся, как взаимодействуем с другими людьми и как с вами взаимодействуют. Все это формирует некие события, обстоятельства и, естественно, изменения в жизни. Поэтому мы рассмотрим отношения в трех аспектах. Это деловые отношения по бизнесу, по работе, ну, другие, может быть, по хозяйству там какие-то деловые у вас отношения могут быть. Вот. В домашних делах я имею в виду. Дальше. Сердечные отношения. Ну, это любовные, как вы уже поняли. И третий вариант отношений – это прочие отношения с родными, с соседями, с подругами, друзьями, со знакомыми. Вот как-то так. Ну, что ж. Потом мы продолжим. А пока давайте потрактуем то, что нам сказали карты. Фон периода Ту Спинтакли говорит, друзья мои, что у вас, как максимум, ожидает какой-то дар, какой-то шанс, может быть, выпасть вам, какая-то удача. Может быть, финансовая удача, может быть, какая-то другая удача. Тут уже, как говорится, вариантов море. Но то, что, вполне возможно, вас ожидает вот такой сюрприз приятный, может быть, знаете, такое благоприятное стечение обстоятельств даст вам возможность что-то сделать. Или почувствовать себя более уверенно, почувствовать себя на высоте. Но это дар свыше практически. Это, знаете, вот идет такое у меня выражение – оказаться в нужном месте в нужный час. Вот есть, по-моему, вот такое. Вот это то же самое. Ну, в принципе, вы знаете, фон просто великолепен. Просто великолепен. Давайте дальше посмотрим, как может отразиться этот момент на отношениях. Возможно, отношения и сформируют вот это. Или этот шанс, который вам выпадет, и даст вам возможность сформировать именно эти отношения. Ну, деловые отношения, друзья мои, восьмерка жезлов. Лучше пожелать нельзя. Это скорость, это ритм, это энергия, это новые начинания. Причем события будут очень быстро раскручиваться. Дела будут быстро делаться. Отношения будут быстро налаживаться. То есть, благодаря деловым отношениям у вас начнется какой-то прорыв. Прорыв в отношениях. Вполне возможно, это новые какие-то связи появятся, деловые связи. Может, связанные по работе, может, связанные по бизнесу, может, еще какие-то связи. Но здесь мы видим скорость. Это первое. И я думаю, что как раз вот этот выпавший шанс, вот эта удача, этот дар, вполне возможно, откроет вам ворота на более благоприятные отношения, более благоприятные связи. Те, которые вам нужны. Что касается сердечных. Ну, здесь выпала карта, конечно, повешенная. Не сказать, чтобы это плохая карта. Возможно, вы поставили себе задачу отрегулировать свои уже отношения, которые у вас есть с партнером или с партнершем. Возможно, вы хотите, наоборот, эту сферу жизни как-то привести в порядок, что ли. Может, даже поменять партнера или партнершу. Вполне возможно, если отношения зашли в тупик и, в общем-то, никаких перспектив в дальнейшем не просматриваются, то да, да. Возможно, что вы пойдете на такую жертву и совершите этот разрыв. Или вполне возможно, что вот какое-то стечение обстоятельств в данном случае, счастливое стечение обстоятельств откроет вам видение, что ли, что есть ваше отношение. Понимаете? Новую картинку или, если не новую, то, по крайней мере, ясную картину даст. Куда вы движетесь? Что для вас партнер или партнерша? Что вы можете дать этому партнеру или партнерше? И обратная связь, возможно. И какая это обратная связь? Да, это труд. Труд, друзья мои. Это жертвенность. Это тоже умение находить компромисс. Умение слышать своего партнера или партнершу. Причем не забывать и о своих интересах. Или, допустим, потерпеть ради чего-то, чтобы сохранить эти отношения. Да, тут не все просто. Ну, старший аркан, тем более. Здесь надо поработать. Ну, кто свободен, не имеет себе пары, здесь тоже просматривается тема поиска, что ли, себя. Поиска себя в новом союзе. Вот я бы так выразилась, друзья мои. И что вам нужно сделать для этого нового союза? Да, вполне возможно, что отречься от каких-то установок, от каких-то, может, традиций, представлений. От прошлых связей. От прошлых отношений, которые, в общем-то, уже разорваны, но они у вас еще в сердце, в душе или в голове. И вы это все перемалываете снова и снова. И это вам мешает, да? Мешает строить новые отношения. Нужно пересмотреть. Нужно пересмотреть. И об этом говорит повешенное, что потратите на это время. Сконцентрируйте свое внимание на это. И, возможно, прольется свет. Что касается прочих отношений с родными, с соседями, с друзьями, подругами. Здесь выпал старший Аркант Иерафант. Ну, здесь, друзья, все в порядке. Все в порядке. То есть, ваши отношения строятся с этими людьми очень мудро, что ли. Да, мудро. Или благодаря каким-то полученным знаниям от кого-то, полученному опыту. Или благодаря чьим-то советам. Ну, здесь вы выстраиваете так отношения, которые не нарушают вашего распорядка жизни. Для кого-то, вполне возможно, Иерафант может проиграться влиянием некого авторитетного лица на ваши отношения с этими людьми. То есть, если для семьи, то это кто-то старше в семье. Он устанавливает традиции, законы и регулирует ваши отношения, семейные отношения. Если это касается друзей, подруг, то тоже. Тут либо вы сами поступаете мудро, либо у вас окружение, окружение из друзей, подруг, оно настолько уже стабильно, традиционно, что нарушить там что-либо невозможно. Вот как-то так, друзья мои. Ну, здесь хоть и старший аркан, мне волнение не вызывает эта карта. Она, наоборот, такая успокаивающая, говорит о грамотном подходе к этим отношениям. Особенно, если отношения со старыми друзьями, со старыми подругами, которых вы знаете уже много-много лет. Там что-либо менять вот как-то вот вроде бы и не надо. Там уже всё ясно. Кто, с чем и как. Ну, вот сердечные, сердечные отношения, сердечные дела, тут да, тут, конечно, сложновато. И с деловыми всё нормально, друзья мои. Ну что ж, пойдёмте дальше. Давайте посмотрим, какие же судьбоносные события, скажем, события, которые вы заметите, которые могут повлиять на изменения вашей жизни. Может быть, в сфере работы, бизнеса, может быть, в семье, в делах семьи, вернее. Всё может быть. Поэтому давайте главные аспекты, главные тенденции изменений. Итак, какие основные события вас ожидают во второй половине? Так, принцесса Пентакли. Карта Сила. Ну и ещё одну давайте. Четвёрка Жезлов. Вот что касается рабочих моментов, бизнеса или работы, то такое ощущение, что появится что-то новое. Возможность смены работы, возможность смены профессии, смена бизнеса или начало бизнеса и уход с найма. Возможно, даже вот благодаря вот этим удачному стечению обстоятельств. Здесь не вижу безработицы. Вот кто захочет найти себе работу, он её найдёт. Но для этого нужно, конечно, приложить усилия. Постараться. Использовать все способы, методы, которые дадут вам положительный результат. Может быть, связи с кем-то. Может быть, воспользоваться своей харизмой. Но шанс большой, друзья мои. Потому что четвёрка Жезлов, она говорит о результате, о довольстве, то, что вы делаете. Я имею в виду пока работу и бизнес. Результат просто отличный. То есть тот этап, который вы собираетесь пройти во втором полугодии, он у вас, вам даст отличный результат. И возможность подготовиться к следующему рывку. Заделы есть, понимаете. Вполне возможно, что у кого-то появится новая идея. Может появиться новые навыки. Придётся, возможно, пройти какое-то обучение этой новой профессии или новому навыку. Обучение вполне возможно, друзья мои. Ну, не обязательно, как говорится, ходить в институты. Хотя, возможно, кто-то и захочет высшее образование получить. Здесь больше идёт речь о каких-то практичных. Может быть, по интернету. Может быть, пройдёте стажировку у кого-то. Пройдёте курсы усовершенствования своих знаний. Знаний, своего мастерства. По своей специальности. Тут мы видим работу, понимаете. Вашу работу. Ваше желание чего-то достичь. Да, может быть, вот благодаря вот этому действительно счастливому случаю, шансу. Вот по этим картам, друзья мои. И могу вам сказать, особенно вот восьмёрка жезла в деловой сфере. Что вы этим шансом воспользуетесь. Если он у вас выпадет, то стопроцентно. Вы за него схватитесь, как за палочку-выручалочку. Особенно у кого есть ли какие-то проблемы по работе или по бизнесу. Вот такое ощущение, что вы в своей деловой сфере начнёте работать по-новому, если можно так выразиться. Может быть, с новым видением или с добавлением каких-то новых способов и методов. Ну, не скажу, что будет легко. Да. Придётся поработать, друзья мои. Возможно, даже внешнее сопротивление. Но, учитывая, что у нас в деловой сфере, в деловых отношениях просто очень всё замечательно. Сплошной позитив. То вам по силам будет справиться с внешним давлением, с внешним сопротивлением. Задатки у вас есть, цель у вас есть. Вы видите результаты, и вы этого результата добьётесь. Да, добьётесь, друзья мои. Ещё одну карту. Да, принцесса Жезлов. У вас хватит того зачатка вашей энергии, которая у вас есть. У вас это хватит, чтобы начать и закончить. Ну, это то, что касается деловой сферы. Финансовой сферы. Аналогично, друзья мои. Финансовая сфера у вас, в принципе, то же самое будет подвержена каким-то новшествам. Пересмотру. Да, я бы так сказала. Пересмотром. Вливанием каких-то новых, может быть, за счёт вливания, может, каких-то новых идей. Да, это в начале всё-таки. Принцесса Жезлов и принцесса Пентакли, они говорят о каком-то начальном накоплении или начальном пополнении денежных средств. Ну, лиха беда начала. Приложив усилия, вы получите просто роскошный результат. Четвёрка Жезлов. Вы будете довольны. Насколько это будет много, или насколько сильно улучшится ваше финансовое положение. Самое главное, что вы будете довольны. Будет довольна ваша семья. Доволен ваш партнёр, ваша партнёрша. Главное, что вы довольны. Так, идём дальше. Что вам может мешать? И что вам будет помогать? Что может мешать? Так, Десятка Пентакли. Ну, странно, конечно, но да ладно. А что будет вам мешать? Ой, помогать. Помогать, помогать. Семёрка мечей. Знаете, какие-то, возможно, семейные традиции, установки, может, вложенные в вас. Может быть, влияние семьи будет вам мешать. Может быть, непосильно взятая задача на обогащение будет вам мешать. Да, по Десятке Пентакли. Казалось бы, очень положительная карта, да? Очень радужная карта. Но так как она у нас в позиции, что мешать, значит, именно будем акцентироваться на этой трактовке. То есть есть какая-то группа людей со своими интересами, и, возможно, ваши интересы не будут вписываться в их интересы. И они захотят их продавливать свои, понимаете, свои. Ущерб, возможно, вашим. Вполне возможно, что будет мешать кто-то из родственников, может быть, или кто-то из окружения на работе, или из окружения семьи. Всё-таки карта Десятка Пентакли, она очень хорошо описывает семейные устои, семейные законы и традиции. Ну вот, если на примере, да, допустим, вы решили заняться каким-то ремеслом, или каким-то делом, да, или занимаетесь, а вам кто-то из родних говорит, может, даже из родителей, может, из другого, другие родственники говорят, да ну, это ерунда, это всё, бросай это, не этим занимаешься, понимаете. Вот капает, 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 и вот это, конечно, вам мешает. Что может помогать? Помогать, семерка мечей, ну, это, знаете, хитрость. Хитрость, может быть, умение лавировать между какими-то обстоятельствами, ситуациями. Умение лавировать, кстати говоря, и в отношениях. Не забывать про свой интерес. Использовать какие-то чужие наработки, чужие мысли, чужие ресурсы. Почему нет? И это тоже. Быть прозорливым. Уметь использовать информацию. Вот ваши все плюсы. Это вам будет всё помогать. Вот здесь я вижу в десятке пентаклей какую-то, знаете, закостенелось, закоренелось какой-то. Штампы, вековые штампы, которые не развивают, а только мешают. А здесь мобильность, понимаете? Фигуры здесь, фигуры там. Это я использую, это и выкину. Ага, и вот так и так далее. Это мне связь нужна, это мне не нужна. Я это сделаю, я то сделаю. Вот что-то вот так, друзья мои. Ум работает на всю катушку. Особенно если появился шанс, то тут, как говорится, карты в руки. Вперёд из песни. Море зовёт, корабли уже на причале. Не стоит останавливаться. Вот как-то так мне это всё видится. Ну что ж, хорошо. Давайте рассмотрим ещё одну позицию. Я её назвала вызов. Вызов. Что я имела в виду? Вызов – это готовность ваша к изменениям, готовность к трудностям, готовность к борьбе. Готовность даже к удаче, друзья мои. Да, да, да. Удачу тоже надо уметь использовать. Вот насколько вы готовы, какова степень вашей готовности, как вы готовы принять этот вызов. Давайте посмотрим. Двойка кубков. Ну вот здесь я вижу больше душевную вашу готовность принять любые изменения. Всё-таки здесь у нас просматривается эмоциональная больше составляющая, а не практичная. То есть душа ваша готова к любым, как говорится, изменениям жизни и к любому развитию событий. Но это душа. А вот насколько вы сможете практически, ну, противостоять или принять, тут интересно, конечно. Ну, я считаю так, что если душа готова, то считай, 90% в принципе дело сделано. Ну что ж, прекрасно. Давайте теперь спросим совета. Совета. Совет, совет. Карты иллюминатов. Что он вам посоветует на втором квалугодии? Принц кубков. Ну, тоже эмоции и ещё раз эмоции. Вот у меня такое ощущение, что совет один. Друзья мои, творите. Не отказывайте себе ни в чём. Не останавливайтесь. Садитесь на коня и вперёд. Куда вас зовёт душа? Тем более, что вы готовы принять вызов судьбы, вызов жизни. Так в чём тогда остановка? Сели и поехали. Конечно, тут неясен путь. Траектория пути или как карта вашего путешествия, жизненного путешествия. Но, тем не менее, у вас всё для этого есть. И конь роскошный. И обмундирование. Полная экипировка, полное снаряжение. Совет. Будьте готовы к любому развитию событий. Будьте эмоционально, будьте душевно готовы. Психологически готовы. И не бойтесь перемен. Да, волнение может присутствовать, переживания могут присутствовать. Но глаза боятся, руки делают. Вот. Мне вот так почему-то видится. Ну что ж, пожалуй, на этом я, друзья мои, заканчиваю. И вот что, как говорится, увидела, то рассказала. Остальное. Как принять это, проанализировать. Какое полезное зерно в этой информации получить. Это уже ваша задача, друзья мои. Мне остаётся пожелать вам благополучия. Крепкого, прикрепкого здоровья. Пусть у вас всё сложится. Пусть у вас всё получится. Ну и будьте счастливы, конечно. И до новых встреч на моём канале.